итак доброе утро ребята сегодня у нас у меня предоставилась возможность познакомить вас я решила сделать вам подарок я долго как бы искала бегала за ней и вот получилось я сразу сразу же вот как бы вам предоставляют возможность я лично прошла у нее мастер-класс по продвижению личного бренда где она подробно рассказывает и показывает что и как нужно делать и я считаю для вас это то что нужно потому что я это не умею так объяснить и так она основатель и руководитель центра персонального брендинга калины яркими ну и можно перечислять много всего но я не хочу забирать время и предоставляю хочу познакомить вас с ней и так все мы заняты я прекрасно понимаю что я не могла достучаться ну вот как бы кой железо пока горячо вот расскажите пожалуйста немножко о себе чтобы в принципе слушательницы потому что многие будут слушать ски про кто-то будет и из-за границы чтобы они знали кто такая калина ярких прежде чем я расскажу о себе я предлагаю перейти на ты потому что ко мне на ты мне так комфортнее понятно что если вам удобно то на ты вполне нормально отлично ты правильно сказала что можно перечислять много регалий все мы не стоим на месте развиваемся и перечислять можно до бесконечности я предпочитаю говорить о себе так что я в первую очередь являюсь автором и ведущим курса онлайн курса я бренд самопиар без б самопиар это умение самопрезентацию сделать правильно потому что я заметила и по себе и по тем профессионалам с кем мне приходится работать что чем выше уровень профессионализма у человека тем сложнее ему говорить о себе в некоторых моментах люди даже говорят ну что я себе буду рассказывать я уже на рынке много лет и всем уже вроде бы как понятно да чем я занимаюсь на самом деле не всегда понятно чем же мы конкретно занимаемся потому что есть сфера интересов довольно широкая и не всегда окружение может четко четко определить кто мы конкретно по специальности да и чем же мы отличаемся от таких же хороших специалистов на рынке в чем наша ценность да конкретно и лично для себя на определенном моменте я поняла что контента качественного контента сейчас в нашем мире его очень много и особенно когда мы начинаем продвигаться как специалисты в какой-то сфере будь то это рынок в реальной жизни будь то это онлайн продвижение все таки в первую очередь даже несмотря на то что люди ищут какую-то конкретную услугу например фотографа или свадебного организатора или тренера какого-то или мастера по маникюру так или иначе они начинают они это наши потребители да наши покупатели они начинают смотреть по рынку изучать саму услугу изучать отзывы о специалистах и есть один очень мощный канал который к нам приводит уже подготовленных уже лояльных клиентов это называется сарафанное радио или рекомендации так или иначе наши покупатели они идут за услугой к конкретному человеку доверяют конкретному человеку и вот здесь как раз на первый план выступает то самое определение которое сейчас уже более понятно называется личный бренд то есть это умение человека профессионала заявить о себе на рынке так чтобы было сразу понятно кто я кому и в чем конкретно я помогаю для того чтобы профессионал умел правильно предоставить эту информацию в сети интернет в реальной жизни и в первую очередь я это конечно все прорабатывала для себя и тогда я не знала что я занимаюсь какой-то там технологией личного брендинга я подбирала для себя инструменты которые помогут настроить вот эти вот тропиночки моих клиентов ко мне чтобы они сразу понимали что вот по таким то вопросам это Калина Яркина а собственно говоря и Калина Яркина вот Калина это имя бренд это псевдоним паспортное имя у меня Ирина но когда я начинала выходить на рынок интернета я увидела что некоторые мои клиенты немножко теряются Ирин Яркиных в сети интернет тоже есть это мои полные тезки ну как у меня да и люди которые никогда не видели меня в живую да только изучают информацию в сети интернет они смотрят в социальных сетях выпадает сразу несколько Ирин Яркиных какая нужна именно им довольно сложно это было то препятствие на пути клиента которое затрудняло затрудняло нашу с ним встречу и я долго думала а как же мне заказать какое позиционирование выбрать придумать название своего проекта придумать название своей компании но даже это не помогало люди не ищут конкретную компанию если она еще никому не известная люди не ищут название проекта если он тоже еще land не громкий бренд мирового уровня А люди все равно продолжают искать конкретного человека и совершенно случайно у меня возникло вот это имя Калина. И когда стала Калина Яркина, и когда я уже с гордостью начала себя позиционировать именно так, у меня пошло продвижение быстрее. У меня клиенты стали находить меня быстрее. И вот, собственно, с того момента я уже и увлеклась темой личного брендинга. Поэтому те, кто нас сегодня будет слушать, сегодня или там в какой-то другой день, я уже наверное, прям сильно рекомендую, чтобы стать востребованным специалистом, начинайте с себя, с правильного позиционирования себя, с правильной самопрезентации себя. И поэтому, почему я говорю, что там можно опустить какие-то другие регалии, то, чем я занималась, какие там виды бизнеса есть. В первую очередь я продвигаю свой проект, я бренд самопиар без Б. Без Б это без бюджета. Довольно много инструментов, которые позволяют нам продвигаться в сети интернет, практически не вкладывая сюда дополнительных каких-то денег, рекламу, настройка каких-то рекламных каналов. И я это показываю, что, ребята, самое главное, это знаете, есть формулировка, ну, слово упаковка, да? Вот упаковка продукта, упаковка конкретного человека, да, конкретный человек, конкретный специалист, это одна бизнес-единица. Я это бизнес, состоящий из одного человека. продвигаюсь я и продвигается за следом тот бизнес или тот вид деятельности, которой я занимаюсь. И вот себя надо правильно упаковать. И представить. я это помогаю сделать. Отлично. Вау. Это, конечно, ну, это очень как бы важно, я считаю, когда ты вот, допустим, когда мы были, учились в институтах, мы приходили, мы себе рассказывали, но это был другой уровень, а здесь профессионализм, и как бы на этом уровне нужно, ну, среди конкурентов уметь себя поставить, да? Да. Ну, я считаю, это вот очень важно и шаг номер один, и мне кажется, это вот для наших, кто мы на Кипре, и вообще девочек, с кем я общаюсь в нашей группе Spark, в принципе, никто толком не умеет. И я вижу, что никто толком, мы делали одну встречу, никто толком, и все задавали этот вопрос. Я думаю, что все захотят задать вам вопрос, тебе вопрос, извиняюсь. Вот. Как бы нам организовать еще одну встречу, чтобы девочки могли прийти вживую и задать вопросы? Это возможно будет, и... Да, это будет возможно, формат можно продумать, мы можем сделать что-то типа формата вебинара, когда в чате будут девочки задавать те вопросы, которые им интересны, а я буду отвечать голосом. Ну, или какие-то другие форматы. Все возможно, все в наших руках. Хорошо, отлично. Кто нас слушает, значит, следите за новостями, мы сообщим, вот. Вот, и мы обязательно зададим вопросы, потому что их много, а сегодня, наверное, Калина очень занята. И вот, какие еще вопросы? У нас очень много свадебных организаторов, у нас фотографы, девочки, рукодельницы, и, конечно, хотелось бы им помочь себя проявить и показать с правильной стороны, потому что продукты обалденные, потому что я их вижу, я их живем, но они не умеют о себе рассказать. Итак, наверное, на сегодня вопросов много, просто я переживаю за время, я когда как-то выхватила и так вихрем... Нет, время, смотрите, время, несмотря на то, что оно бежит неумолимо, удержать мы его не можем, прежде чем мы с вами завершим эту встречу с тобой, будем некоторое время сейчас потыкаться, да, на ты или на вы, смотри, какая штука. Вопросы девочки могут либо заранее подготовить какую-то часть, да, чтобы я уже подобрала кейсы, то есть истории тех клиентов, которые у меня уже были. Фотографы – да, свадебные организаторы – да, рукодельницы – да, буквально несколько дней прошло, как я вернулась, как раз с мероприятия, которое было организовано вот именно для той категории, о которой мы сейчас говорим. Это организаторы праздничных мероприятий, это свадебные организаторы, артисты, фотографы. Вот здесь, как и в других сферах деятельности, и даже вне зависимости от места локации, будь то Кипр, или какой-то российский город, или другие страны зарубежья, неважно, одна и та же сложность – неумение донести ценность того продукта, который мы предлагаем на рынок. Мы классные специалисты, и наши коллеги, конкуренты наши, они тоже классные специалисты. Но как понять нашему потребителю, чем один классный специалист отличается от другого, чем один классный продукт отличается от другого? Основной критерий, по которому производит вот такой срезовый анализ, и на основании которого человек понимает ценность, наверное, продукта – это цена. Но бывает в плотной конкуренции, что два одинаковых продукта, и цена у них в принципе одинаковая. Так в чем же отличие? Почему одни профессионалы стоят дорого, а других можно купить подешевле? Вот почему одни умеют продать себя дорого, и у них в принципе, несмотря на то, что у них цена, их услуг такая высокая, к ним все равно стоит очередь. И они все равно считаются самыми высокооплачиваемыми в своей сфере. А другие профессионалы, у которых в принципе все то же самое, и столько же лет они на рынке, и услуга у них такая же здоровская, они почему-то вынуждены за каждого клиента драться и кроме всего прочего еще уступать в цене. Когда клиент начинает диктовать свои условия и говорит, что у вас дорого, давайте дешевле. И профессионал вынужден уже, ну, хотя бы этого клиента взять и говорит, а, ну ладно, давайте дешевле. Да, да, да. Вот именно вот здесь кроется вот эта вот штука неумения через самопрезентацию показать ту ценность, которую несете именно вы. Понятно, что будут всегда клиенты наши и не наши. Тем, кому дорого, они всегда найдутся. Какую бы цену мы ни предлагали, вот можно в цене проседать постоянно, но все равно у вас будут находиться люди, которым это будет дорого. Чтобы у нас это интервью носило под собой какую-то еще конструктивную такую основу, что можно после этого интервью сразу сделать? В первую очередь для себя понять, с какими клиентами вы не будете работать никогда. Вообще никогда. Потому что, чтобы понимать, с кем я хочу работать, нужно в первую очередь определиться, с кем я никогда не буду работать ни за какие деньги. Вообще в принципе. Вот лично для меня, если брать сферу не совсем личного бренда, а сферу консалтинга в бизнесе. Это сфера, где я помогаю руководителям или владельцам микробизнеса и малого бизнеса увеличивать эффективность за счет увеличения клиента потока, за счет увеличения продажи или прибыльности бизнеса. Я никогда не возьму в проект и компанию, которая относится к категории стартапа, которые еще только-только выходят на рынок. Потому что там есть определенные критерии, по которым мне с ними будет очень тяжело работать, соответственно, и им со мной будет тяжело. Я никогда не возьму компанию, которая уже находится в состоянии банкрота. Потому что это тоже тяжело и для меня, и для них. Есть другие специалисты, которые помогают вытянуть компанию из баллона. Если мы говорим в сфере личного брендинга, я четко понимаю, что я никогда не буду работать с экстрасенсами. Мне довольно сложно работать с теми, кто ведет свою деятельность не экологично. Это люди, которые заявляют то, чего они дать не могут никогда. Поэтому для каждого, кто слушает это интервью, пожалуйста, составьте для себя список из тех категорий клиентов, с которыми вы работать не будете никогда. Это первое. И второе, с чего начинается самопрезентация. Это понять свои сильные стороны, чем вы отличаетесь от таких же сильных профессионалов на рынке, как и вы. Как это сделать? Я даю задание, которое выполнить, ну, многие говорят, что это одно из сложных заданий, но тем не менее, надо сесть и написать 30 фактов о себе, как о профессионале, но не просто описать себя, а представить ближайших своих конкурентов и написать 30 фактов, почему при всех прочих равных условиях, как я уже сказала, у вас все одинаково. И услуга, или там продукт, который вы продаете, и качество этой услуги продукции, и в принципе цена у вас может быть одинаковая. Вот почему при всех вот этих равных условиях клиент должен выбрать именно вас? Бог его знает. Да, Бог его знает. Это правильная формулировка, потому что большинство говорят именно так. Если я сама о себе не могу сказать, о чем же я лучше, мы, получается, отдаем на откуп своей аудитории, своим клиентам, а, мол, решите сами за меня, о чем же я лучше, а я вот просто, ну, просто вот я лучше. Так не бывает. Вот эти 30 фактов, когда мы начинаем из себя эти факты доставать, я сейчас объясню, что такое, ну, что относится к категории фактов. Когда мы начинаем себя прописывать, мы начинаем видеть, в чем мы лучшие, и потом из этих 30 фактов мы начинаем брать информацию для составления той самой самопрезентации, для составления УТП. Вот есть вот эта вот аббревиатура УТП, да? Все понимают, что уникальное торговое предложение, но, черт возьми, как его составить, как его найти. Можно нанять специалистов, но, тем не менее, специалисты тоже будут из вас вытягивать вот эту информацию. А в чем же вы лучшие-то? На основании чего это вот уникальное торговое предложение сделать? Поэтому облегчите себе и тем специалистам, с которыми будете на перспективе сотрудничать, а если рассчитываете на долгосрочное нахождение на рынке и получать от тех проектов, которыми уже сейчас занимаетесь, прибыль и выходить на тот уровень, который вам хочется, то в любом случае это придется сделать. Итак, 30 фактов о себе, почему при всех прочих равных условиях покупатель или клиент должен выбрать сотрудничество именно с вами. Что относится к фактам? Что писать? Мы профессионалами не рождаемся, мы ими становимся. И до того момента, пока не было принято решение, что вот все, я занимаюсь только вот этим. Я фотограф, или я там буду шить платья, юбки, или там я теперь организатор свадеб. У вас был до этого какой-то опыт профессиональный в других областях. Поэтому можно брать в качестве аргументов информацию из прошлого своего опыта. Например, 10 лет управляла фирмой, или была бухгалтером на протяжении там стольких-то лет. В общем, что было там, оттуда можно брать. Самые самые ценные аргументы это те, которые можно выразить цифрами. Например, под моим руководством было обучено там 30 менеджеров отдела продаж, или было организовано там 30 свадеб на столько-то там персон, бюджетом таким-то, столько стран, например, было. То есть, вот все, что можно выразить в цифрах, мы сюда в этих 30 фактов включаем. Ну да, более понятно, потому что факты, допустим, я вот человек цифр, мне сразу стало понятно, что мне написать. А так голубые глаза и красивые. Да, если, вот почему я говорю, что 30 фактов, можно больше 30 фактов написать, и 40, и 50, но не меньше 30. Откуда вот эта цифра 30? Некоторым я даю задание написать 20 фактов о себе, но это для тех, кто уже, в принципе, понимает, что там у него какая там ценность, он знает и себя уже когда-то там прописывал, ему достаточно 20, но это обычно бывают люди бизнеса. 30, потому что наш мозг, когда мы ему даем задание вытащить из памяти вот эти аргументы о себе, он начнет выдавать то, что лежит на поверхности, самое простое, лишь бы только от него отцепились. Это вот то, я там, третий сын в семье, или у меня голубые глаза, да, я вообще там мотиватор и так далее. Аргументами не является качественный продукт, быстро, качественно, надежно, вот это уже не работает. Даю гарантии там на свои услуги, это тоже уже не работает. Поэтому первые 15-20 пишите все, что будет вот вам выдавать мозг, и только после 15-го, после 20-го он начнет уже, чтобы вы лично от него отстали, доставать из памяти действительно ту ценность, которая заключается в человеке как в личности, и в человеке как в профессионале. Приведу пример, который с недавнего времени уже тоже начала говорить. О себе, в том числе как о человеке, я беру такие факты, что в школе, еще в школе, вот откуда начинаю, с детского сада там еще каких-то таких кроме шкодных дел нет, а вот уже в школе времена, когда у нас был Советский Союз и были пионерские организации, меня несколько раз выбирали председателем совета отряда, выбирали среди лучших, среди отличников, и вот это была избираемая должность, да, вот меня несколько раз подряд выбирали председателем совета отряда. В медицинском училище по первому образованию я медик, я была старостой группы, о чем говорят вот эти аргументы, это аргументы? Да, О чем говорят? О том, что еще со школьной скамьи меня приучали к тому, чтобы брать ответственность, причем не только за себя, но и за тот отряд, который у нас был, то есть за свой класс, за выполнение всех там нормативов, всех обязательств, и это показывает как раз таки определенные грани личности и потом как эта личность развивалась дальше. Вот подумайте, загляните еще в свое прошлое, почему я говорю, что мы с ровного места-то из ниоткуда не возникаем, какой-то определенный путь мы уже прошли. Кто-то, кому это более-менее подходит к виду деятельности, что я мама троих детей, или там пятерых детей, я умею вот это все организовать, поэтому там был какой-то определенный опыт. Это тоже аргумент, трое, четверо, пятеро детей, даже двое детей, это тоже можно сюда написать, пишите, вспоминайте все, что у вас было в опыте, ну и конечно же все, что в цифрах, опять же, какую показатели продаж выполняли, если вы были заняты где-то в бизнесе, неважно, ваш этот был бизнес, или вы были там только наемным сотрудником, вот это все, сколько километров намотал, сколько миль налетал, сколько в скольких городах провожу деятельность, вот это все в 30 фактов о себе, с этого в любом случае начнется работа уже дальше. А если я быстро реагирую, за сколько секунд? можно и в эту сторону тоже подумать, и здесь и скорость реагирования, и некоторые говорят, что я многозадачный человек, я могу управлять сразу несколькими проектами, или я одновременно могу контролировать без потери качества несколько дел сразу, ну это уже мы так про Юлия Цезарь говорим, да, вот. Дайте задание своему мозгу, чтобы он накопал вот эти 30 фактов о себе. Многие говорят, я не знаю, что о себе писать, я обычный человек, у меня ничего такого нет, это вот у меня в окружении люди все такие талантливые, гениальные и так далее. А когда мы начинаем с человеком уже работать лично, когда вот все, стоп, я не знаю, что о себе писать, вот прям все, я в домике закрылся, хорошо, давай с тобой вместе подумаем, а что было там, а вот тогда что? Он говорит, ну, что у меня, ну, кандидатскую я там собирался защищать, но не защитил, так, подождите, подождите, давайте с этим разбираться, то есть, кандидатская уже практически написано, и вы там кандидат каких-нибудь философских наук, это аргумент, конечно, аргумент, но человек, так как мы живем сами с собой, мы к себе привыкли, многие вещи для нас становятся уже, ну, сами собой разумеющиеся, очевидные как бы вещи, но они очевидны для нас, для нашего окружения нет, и я всегда говорю, что чем хороша тема личного бренда, никто, кроме меня, обо мне, не скажет так, как надо, тогда, когда надо, и тому, кому надо, даже кому не надо, только я могу описать свой продукт, только я могу описать себя, и для чего мы это делаем, мы хотим, чтобы окружающее нас общество, и особенно те люди, которых мы хотим к себе привлечь, получали о нас именно ту информацию, которое выгодно нам, если откровенно сказать. Вот для этого вы нам нужны, я допустим не умею о себе говорить, хотя я знаю, что я делаю что-то лучше, не что-то, многое, что кто-то, но я не смогу о себе, и часто это так бывает, вот для этого в принципе, а у вас личные консультации, у тебя личные консультации есть? Да, у меня есть личные консультации, у меня есть проект Я бренд Самопиарбисбэй, это основной продукт в этом проекте тренинг на 21 день, в рамках которого мы там как раз со всех сторон и упаковывать начинаем человека, смотрим, каким проектом он занимается, что у него есть в точке здесь и сейчас, есть ли продажи, если продажи есть, то какого уровня эти продажи, как давно он находится на этом уровне, что он продает, какая у него ценовая политика, есть ли вообще прайсы, какая ценовая политика, бывает такое, что люди вышли на какой-то небольшой уровень в продажах и здесь остановились, почему? Потому что страшно поднять цены, потому что непонятно как продавать, потому что много конкурентов и вот всякие вот эти вот потому что, потому что, потому что и у многих вообще отсутствует система продаж, что такое система продаж, Это когда у нас продажи идут одна за другой. Мы не думаем, вот я сейчас продал, блин, деньги закончились, надо что-то срочно продать, надо где-то клиента найти. Это должно быть планово. И продавая один продукт, мы уже понимаем, что вместе с этим продуктом мы будем продавать еще вот это, вот это, вот это. То есть есть продажа основного продукта и есть допродажа чего-то к нему. Обязательно, всегда есть. Всегда есть товар-звезда, который будет продаваться при любых условиях хорошо, он может стоить какую-то небольшую сумму денег. И есть товар, который дорогой, он будет продаваться не так часто, как товар-звезда, но он для нас выгодный, нам выгоднее продать именно его. Например, вот у меня есть личные консультации, час-полтора мы работаем обычно. Есть вот этот тренинг на 21 день и есть мое сопровождение индивидуальное на месяц. Но это не коучинг, это консалтинг, потому что я человек, которому я наставлю, да, я закатываю рукава и мы вместе с клиентом начинаем там работать, инструменты внедрять. По стоимости, конечно, индивидуальное сопровождение там на месяц или мы заключаем, когда контракт сразу там на три месяца или на полгода, для меня это прям хорошо. Взял двоих или там троих, да, вот в такое проектное сопровождение, и про все остальное можно забыть. Но я понимаю, что таких клиентов они есть, но продать тренинг, это прям сразу приходит группа, это тоже хорошо. И поэтому я продаю одно, другое, третье, и таким образом у меня получается система продаж. У большинства вот этой системы нет. Мы продаем либо только одно что-то и забываем это продавать. В общем, мы еще идем вот в эту систему продаж. И в тренинг свой, несмотря на то, что это групповая работа, я никогда не беру людей вот всех подряд. Потому что тема личного брендинга, она, конечно, хороша, но не всем она нужна прямо вот именно в этот момент. Я приглашаю только через собеседование. Сначала мне подают заявку, там, с подписью «хочу на собеседование», да, и я уже понимаю, что этот человек хочет пройти у меня тренинг на 21 день. Мы с ним встречаемся. Это собеседование абсолютно бесплатное. Я задаю вопросы, смотрю, какая ситуация есть. И если я понимаю, что человеку сейчас, да, мой тренинг, моя помощь, она даст толчок, рывок, и он пойдет дальше самостоятельно, он приходит в тренинг. Если прямо сейчас человеку это не надо, а ему нужно сконцентрироваться на чем-то другом, я ему так и говорю, что вот сейчас вам лучше сделать вот это, вот это, вот это, а где-нибудь там через месяц, через два, когда вы вот это выполните, хотя бы там процентов на 30, вы возвращаетесь, и мы с вами снова проходим собеседование, и тогда идем. Либо в проект на 21 день, либо в, там, индивидуальное сопровождение и так далее. Просто я всех подряд не беру просто потому, что я всем, всем не нужна, это первое. А второе, возвращаемся к тому, что есть вот некий список клиентов, да, с которыми я не работаю. И вот это собеседование, оно помогает не только мне определиться, хочу ли я с этим человеком работать или нет, но и у человека есть возможность познакомиться со мной, меня услышать, увидеть, и за время вот этой беседы, там буквально минут 20, наверное, нам хватает, чтобы сразу все сферы вот эти посмотреть, определить, а вообще я-то ему подхожу, ему-то со мной комфортно, вот, поэтому работаем пока вот так. Но так как сейчас есть еще такой большой объем обращений, когда в тренинг им еще не надо на 21 день, но есть некий пласт работы, который мы сможем с ними провести, вот, с теми, кто идет все подряд, если вот так вот их назовем, да, не очень, конечно, хорошая формулировка, но тем не менее. Вот для такой группы мы сейчас готовим программу интенсива, то есть это будет трехдневный тренинг, где мы тоже говорим про личные бренды, начинаем уже вот эту всю упаковку, но сюда уже будут приходить люди, с которыми я собеседование не прохожу. Три дня тренинга, это, в принципе, сумма там, она подъемная для человека, чем бы он ни занимался, он приходит и уже просто проваливается вот в этот процесс головой, упаковывается там, мы вот эти самопрезентацию делаем, и вот эти 30 фактов о себе пишем, и составляем деловую характеристику на себя, и, кроме того, я даже сразу даю выход на средства массовой информации, бесплатно публикуйтесь, выходите на телевидение, на радио, но перед этим мы с вами упаковываемся, ну и в том числе прописываем свою телевую аудиторию, матрицу продаж делаем и так далее. Все это будет за, вот прям буквально за три дня, но это непросто, но тем не менее мы вот с 2017 года будем еще такой формат тестировать. Здорово, идея моментально пришла, но я ее не озвучу, мы сначала обговорим, и так что, девочки, кто слушает, ребята, кто слушает, следите за новостями, мы что-то новое придумаем, чтобы всем, возможно, было обучиться, упаковаться и идти в этот мир достойно, и продавать свой сервис, потому что вопросов много, и как бы за короткое время все невозможно узнать, конечно, очень интересно, я так записала и продолжаю курсы твои, вчера зарегистрировалась в эти веб-сайты, которые рекомендованы с мастер-класса, ну, работы много, работы много, да, поэтому всегда один из вопросов, который я задаю, вы готовы вот с такого-то периода погрузиться, либо там на 21 день, либо на месяц, либо на какой-то промежуток времени прямо погрузиться в работу, потому что если мы начинаем растягивать во времени, вот сделал там одно задание, а потом следующая у нас встреча, например, там через два дня, у человека что-то не так, или он не выполнил задание, вот это все растягивается, 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 так, конечно, не работает. Ну и кроме того, мы же продвигаем себя и занимаемся вот этой всей упаковкой, там, личным брендом для чего? Для того, что мы хотим зарабатывать, хотим получать от той деятельности, которая доставляет нам удовольствие, и еще вознаграждение, да, это нормально, в этом нет ничего такого, там, стыдного или еще что-то, а есть услуга, есть товары, и понятно, что я хочу с этого получать вознаграждение. Вот в зависимости от того, насколько человек замотивирован получать тот или иной уровень оплаты за свои продукты, зависит и скорость, с которой он начинает продвигаться. Поэтому, да, мы что-то придумываем. Хорошо. Спасибо большое, Калина. Это очень интересно, конечно, и я надеюсь все-таки, что мы проведем вот этот вот вебинар с вопросами, потому что я уверена, что будут вопросов много, я сама сяду еще раз пропишу все, и все желающие, кто захотят, они зададут вам вопросы. Спасибо вам большое. Хорошо. Вам тоже спасибо большое, и да, выбираем день, время и вопросов жду. Я очень люблю вопросы. Когда есть вопросы, значит, люди идут вперед. Здорово. Итак, с наступающим всех католическим Крисм и Рождеством. У нас здесь уже начинают праздновать, а мы на этом прощаемся. Да, а все, кто не празднует католическое Рождество, с наступающим Новым Годом. Ну да, я так и рассчитывала, что еще раз встречусь, да, с наступающим Годом, и всего хорошего в следующем. Да, всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!